доброго времени суток дорогие друзья меня зовут елена и вы на канале в гостях у ленки пинки сегодня у меня будет пересадка 2 орхидей как вы знаете те кто смотрит мое видео не так давно я получила орхидеи орхидеи посылка это была уценка и теперь я хочу пересадить свои орхидеи естественно они у нас еще заводском грунте в котором их сажал садовник и им необходим уже более нормально адаптированный грунт если верить надписям которые у меня здесь непосредственно на самих орхидей как то у меня получается две орхидейки октопус вот видите здесь и здесь по идее это одна и та же орхидейка я что подумала у себя на улице в беседке поэтому не удивляйтесь что шум посторонним а я решила попробовать мне же все время интересно было что такое заводской не заводское что такое групповая посадка вот у меня есть большой горшочек самообыкновенный и большего размера в сравнении с этим я взяла такой вот горшочек которым мы непосредственно будем сажать наши орхидейки приготовила уже воду она нам понадобится 2 орхидейки сажать я ее буду в как смесь коры я думала взять кору серами с наверное или циафлору наверное на циафлоре остановимся в общем я сделаю небольшой такой грунт ассорти для начала что нам необходимо сделать ну естественно нам необходимо освободить наши орхидейки так как я буду работать но я на улице работаю поэтому не переу не удивляйтесь я буду непосредственно прям сюда высыпать весь наш грунт и тут же вот его выбрасывать мусорное ведро которое есть на улице так давайте посмотрим что же у нас здесь есть так здесь корешочек но он такой уже старенький слегка зацепился но я думаю хорошо все вытянется еще не все готовы и вот она наша сама орхидейка убираем все лишнее естественно наш убираем так 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 аккуратно чтобы не повредить корешочки с обеими орхидейками поступать буду абсолютно одинаково сейчас мы промоем хорошенько и все это лишнее уберем так от вот этого листочка толку нет мы его естественно убираем здесь корешок здесь корешок вот этом листочке тоже не вижу смысла так сейчас покажу убираем так живое здесь вот маленький кусочек непонятно это у нас бывшие цветоносцы этот наверное давайте тоже его расчехтем уберем все равно он сломан какой пользы не будет сейчас сперва так а потом уже непосредственно щипчиками более тщательно уберем так при первом осмотре у нас получается на выходе вот такая корневая система смотрите здесь раскуплены прямо такой хорошенький малыш принципе хорошенькие пришлочки никого уничтожать не пришлось так выскочит хорошо нет будем надеяться кто-то прилип видимо кто-то прилип поэтому не хочет выходить какой-то корешок который я не вижу вот он вот он вот он вот он вот он вот он сейчас еще покрутим оп готов липка дну очень сильно прям основательно прилип смотрите это тоже активный живой корешочек и сейчас мы все это зачистим уберем орхидейку по-хорошему сперва прежде чем ее замачивать в каком-нибудь средстве нужно промыть до грунт конечно такой я даже не знаю что такое это похоже на на волокно наверно кокосовое не похоже на обычную землю потому что видите между пальцами чисто то есть обычная земля она же рука грязная была бы а это нормально так это поясал видимо сейчас потихонечку сперва такую грязную работу мы пальцами проделаем аккуратно а потом уже кардинально щипчиками начнем так подвинься а ты где часы это все уберем видите этот прям внутри вот прям даже жалко вот 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 процесс пошел вот 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 движется самое главное надо туда-сюда туда-сюда его двигать и тогда у нас корешочки повреждаться не будут поставила на паузу чтобы сократить у нас количество съемки чтобы не было получасового у нас видео смотрите что у нас получается смотрите какой огромный корень я милен и по толщине и вот этот такой же лист как будто они неестественные таки но так ничем мне нравится результат вот этот я хочу тоже листочек убрать и раз готов в разные стороны чуть-чуть отодвигаем я нелегко у нас убирается раз и готова так ну тут судя по всему два раза цветения было во всяком случае пока только видно два у нас следа цветоноса ну что теперь промываем обеих девочек этап номер два как вы видите я орхидейки промыла очистила все у них хорошо в принципе мне очень нравится корневая масса смотрите какая у нее основание вот орхидейка пока я не вижу ничего чтобы ей необходимо было что-то обрабатывать или замазывать а эту орхидеечку я уже вторую непосредственно поставила в воду что я использовала в качестве замачивания сегодня у меня под рукой было циркон согласно инструкции капаем на 1 литр я капну буквально одну максимум там две капельки у нас получилось и минут 20 она у меня постоит в этой жидкости пока просохли мои орхидейки уже и темно стало самый большой минус волгограде очень рано темнеет вот в 19 30 сейчас летом а на улице уже темно ну что давайте будем пробовать я наверное их обе сразу в руки возьму мне надо чтоб они были синхронистами что это значит нужно чтобы мало того чтобы они влезли еще и листочки у них располагались чтоб одинаково вот смотрите сейчас пододвину вот так понятно видите это свежий листик он у нас уже вырос и этот свежий листик вот они оба растут это вот за эти дни что орхидейки у меня с момента как я получила посылку представлять и они выросли здорово так что будем надеяться что им очень понравилось у меня раз они так растут хорошо так расставляем что теперь нам необходимо я хочу что использовать мох циафлору мелкий керамзит кора вот такая вот кора за орхидейками наверное ничего и не видно вот собственно вот так выглядит у нас и кора и начинаем по порядку так как у меня очень часто внизу постоянно сыра у орхидеек а сверху все просыхает поэтому сверху у нас будет мох в качестве увлажнения побольше а снизу мы начнем с коры сейчас я все провожу корой а затем уже буду добавлять керамзит и циафлору потому что они мелкой фракции и будем так простукивать аккуратненько по горшочку и все у нас разбежатся в разные стороны на улице сижу так как очень жарко в Волгограде да и не только в Волгограде у многих же сейчас жара интересный днем жарко ночью жарко температура прям не желает спадывать а бассейн не прогревается я не знаю у кого как а вот у нас бассейн на 6 кубов ну допустим мы его не заливаем полностью он у нас на 5 кубов заливается да ну почему он у нас прогревается только максимально на 28 градусов вот послушаю соседей бассейн и глубже чем у нас у них прогреваются и 32 градуса и 30 у нас почему-то только 28 что делаем не так не знаем расставляем обязательно в серединку тоже орхидеек и необходимо между ними расставить нет большой сильно кусочек прям не пролезет чтобы не повредив корешочки поэтому давайте так собака-то чья-то гавкает не моя собака это далеко до кого-то из соседей так орхидейку как вы обратили внимание я ничем не обрабатывала потому что я не увидела в этом необходимости чтобы максимом что-либо прижигать так расставляем хорошо и и есть аккуратно чтобы у нас не повредились корешочки и самое главное чтобы она у нас хорошо стояла орхидейка чтобы не не заваливалась ничего все моя посадочка готова и я хотела бы вам поближе показать как она выглядит смотрите у нас яйца флору видно и вот они сами корешочки и кора у нас проглядывает керамзит но здесь вот не сильно видно я не сильно заглубляла потому что мне надо чтобы вот все видно было вот она шейка у орхидейки разворот давайте посмотрим с этой стороны так сфокусируется вот сфокусировалась видите здесь тоже я придавила шейка у нее вот здесь между ними и вовсе вот отлично видно даже немножечко корешочки оголены ну а здесь вот отлично видно у нас кора керамзит циафлора и мог на этом все у нас получается с посадочкой отправляем архижесть поторопилась отправляем орхидейку в горшочек поливать сегодня я ее не буду она у меня останется вот в таком вот виде а завтра уже непосредственно и и будем поливать дорогие друзья прошло несколько дней после пересадки орхидеи нашей групповой посадки орхидей чувствуют они чисто внешне себя хорошо единственное вот тут пылинки на них появились а атака и нормально упругие хорошенькие такие листочки заглядываю внутрь но пока не вижу чтоб какие-то новые листики например у них появлялись или еще что там уже поливала вы видите здесь небольшая влажность вот например идет у нас корешочек он хорошеньким зелененьким здесь я не знаю вот вот вниз пошел корешочек вот это у нас тоже корешочки так что будем надеяться что орхидейки у нас приживутся им здесь понравится и будут они себя отлично чувствовать это у меня первый опыт напомню групповой посадки здесь две одинаковых орхидейки октопус и будем теперь ждать цветение может повезет они даже одновременно зацветут но этом собственно и все большое всем спасибо за просмотр спасибо что вы ставите лайки дизлайки что вы смотрите мое видео всего вам доброго дорогие друзья и до новых встреч моем канале чтобы не пропустить 3 и